Телевидение сильно изменилось за эти годы? Очень, очень. В худшую сторону. В худшую почему? В чем? Потому что потерялся моральные критерии, понимаете? Ну, нельзя показывать вот эти накаченные губы, накаченные... Все рассказывают, кто с кем переспал, как переспал, зачем. Это не нужно, это пошлятина. Кто измены какие-то... Ну, изменилось же, видите, себе отдельно. Что же вы носите-то грязь? Вы начинаете приучать публику к стирке грязного белья. Зачем вы это делаете? Вот так бывает, что людей из кино запоминают по каким-то вот... Не ролям, а по каким-то их условиям. Не дай бог, Жень, что же там хорошего? Джигарханян, вот... Ну, это... Я Армена Николаевича хорошо знаю. У меня дома есть много фотографий, достаточно с ним. Мы однажды идем по старому Арбату. Он так, он всегда ходил, руки опустил. Длинные руки у него, как будто старика играл все время. Говорит, Витя, посмотрите, тебя все узнают, на тебя все красивые девочки смотрят. Скажи, это вот, видишь, красиво идет. Скажи, что с тобой рядом сам Джигарханян идет. Скажи, что она мне нравится, хочу с ней познакомиться. Говорит, что я так прямо подаю? Ну, подай, я прошу тебя. Зарушек был, очень любил и понимал женщину. А тут влип. Как ее, ковролина, мандолина, как это? Ну, да, да, да. Не будем ее пьяниться. Нет, не будем. А с Мишей Ефремовым тоже, если ты его запомнят, ведь теперь вот как... Не знаю, я Мишу... Мы выпивали не однажды в Анапе, когда я был президентом кинофестиваля, киношок. Миша приезжал, мы сидели на обережке, но когда он выпивал, он становится дурным. Он начал задираться, я его брат, Миша, Миша, все, поехали выпить. Ну, мы поехали на базу и забирали его. Но ведь это наследственно, я насколько понимаю, что Олег Ефремов тоже был любителем. Ну, Олег Николаевич выпивал, но он никогда не дрался. Ага. Нет, а Миша был буйного характера еще. Ну, вы же тоже дрались с Михалковым, когда... Это в Германии, ну, это же с нимчурой мы дрались. Да, но в Токс... Но не друг с другом же. Ну, это да, это очень... А нам отказываются обслушивать. И Никита говорит, Витюшка, спина к спине, отступаем. Мы пошли спина к спине, я одного ударил, он на приходе еще одного ударил, и мы поднялись наверх в номерах себе. Вот по бутылке водки... Это когда выпить... Две бутылки водки на двоих. Это же реально очень много. Мы здоровые парни. Вот мне кажется, сейчас так уже не пьют в вашей среде. Вот мне кажется, вот актеры молодые, режиссеры... Ну, вы знаете, нет, мы же не были алкашами. Не было, Жень, ну что вы. Мы вначале вышли, когда... Я говорю, комминзи битте, это мы официант с такими длинными пейсами, такими висками. Комминзи битте, гебензи битте айн флэш водка. Он цумцвай для двоих. Я-як, говорит, цумцвай. А, да, здесь он мёглих. Это невозможно. И выпили, говорит, Витюшка, по полному стакану мы выпили. Говорит, маловато, да? Скажи еще. Я говорю, комминзи битте. Ног айнмаль флэш водка. Найн он заврал. Найн. И когда уже нес эту вторую бутылку, как будто он нес, ну, факел это олимпийское. И поставил, мы, Никита, говорит, Витюшка, по полной. Ну, хорошо было. Мы ехали обратно в гостиницу на мусорной машине. На какой? На мусорной. Мы не знали, как такси заказывать. А денег, дочь марок этих, ГДРшных, было очень много у нас. Много? Много. И мы вышли на улицу из Цедри. У них там, ну, типа Цедри, так и называют Цедри. Встаем, подъезжает мусорная машина. Мы проголосовали. Я на ломаном немецком сказал, куда нам ехать. Отель такой, это не помню какой. Мы забрались по ступенькам к водителю мусорной машины и поехали. Он отвез. Вы когда по-немецки начали говорить, я вспомнил, вы же родились, как Ольгенфельд? Ольгенфельд, Ольгенополе. Это немецкая колония. Не немецкая колония. Я не по этому. Я в школе, вдруг, в институтах учил только немецкий. Я когда попадаю, давно побывал в Германию, я быстро начинаю разговаривать. А это Ольгенфельд и сейчас так называется? Нет, называется Машина. Когда вы там были последний раз? Вот когда снимал фильм «Хуторянин». М-м-м.